Всем привет, с вами Илья. Вчера, а именно 30 ноября, появились официальные изображения новых наборов LEGO Ninja Ga Core или же EVO 2023 года, которые выйдут в январе. В принципе, в прошлом году примерно в такое же время появились официальные изображения, в прошлом году появились в начале декабря, а тут в последний день осени. Изображения доступны в хорошем качестве, и сейчас мы их посмотрим, обсудим новинки, по очереди внимательно рассмотрим новые фигурки. Давайте же начнем по порядку партикул, и с самого маленького набора. Это тачка Kaya EVO. Приписка EVO у наборов означает, что им можно повышать уровень, улучшать. Мы это видим на задней стороне коробки. По стройке добавлять детали, от этого она будет становиться круче. Это имеет смысл, наверное, для игры, для детей. А так, конечно же, лучший вариант это, собственно, полностью собранная модель. Полноценно. Такая вот гоночная машина Kaya, небольшая, со стеклом, яркая, в цветах Kaya из линейки Core, его кимоно, благородный желтый цвет с красным, пластиковые колеса. В принципе, нормальная машинка, маленький набор, за это LEGO респект. Правда, вот наплечника у Kaya тут нет. Следующий набор 71781. Битва меха Ллойда Эва. Здесь мы видим два меха, один злодеев. Кстати, новые злодеи это скелеты. Но не те, которые были в 2011 году, а другие. Да, еще на коробке мы теперь можем заметить в правом нижнем углу на языке ниндзяга слово Core. И на левой стороне коробки мы видим там вот Сэнсэй Ву. Здорово, что здесь уделили внимание злодеям. Им дали вот такого вот меха, что-то прикольное. И мех Ллойда, в принципе, простой. Похожий на меха Kaya, Зейна, которые выходили уже вот в этом году, в начале этого года. Примитивная конструкция, ну, в принципе, нормальный. Много золотых деталей, скосы. И в этой волне новых наборов практически в каждом наборе есть вот такой вот комплект оружия, которое сделано из костей. Здесь мы видим два меча, две косы, четыре сюрикена, два кинжала, Сайя и две детали, которые присоединяются на шлем самурайский. Такой вот комплект оружия. Мы это много раз подобное встречали. И здесь вот новые детали. По-моему, здорово. В этом наборе новая фигурка Ллойда. В этой волне Ллойд единственный ниндзя, которому сделали новое кимоно. Здесь он золотой уже в который раз. Новые ноги, торс, повязка золотая с ярким зеленым цветом. Перчатки тоже зеленые. Мне нравится фигурка. Здорово выглядит. И здесь также мы можем рассмотреть вот нового злодея. Скелета. Следующий набор. Земляной дракон Коула Эва. Такого вот среднего размера набор. Сделали дракона для Коула. Это здорово. Мне нравится цветовая гамма у этого дракона. Прям черный, оранжевый, золотой цвет. Немного коричневого. И вот эти вот шипы. Прям для дракона земли это подходит. В принципе, идеально. Рога большие, золотые. Новые детали, кстати говоря. Верхняя часть головы тоже новая деталь. И мне этот дракон нравится по строению. Он выглядит пропорциональным. У него плотное такое тело. Конечно, ноги можно было сделать и помассивнее. И крылья, конечно, не самые удачные. На таких он вряд ли сможет летать. Но, в принципе, у дракона Коула в 2011 году вообще крыльев не было. В наборе. А в целом дракон мне нравится. В этой линейке волны Кор тоже флаги, знамена, как собирательные предметы. Уже новые. И здесь злодей на пауке. На скорпионе, точнее. Следующий набор. Кайс Мех Райдер Эва. Мех Кая на мотоцикле Эва. Как-то вот так. Большой мотоцикл на крупных колесах, на котором едет Мех. С большим копьем, секирой, не знаю, как это назвать, алебардой. Довольно странное решение. Мех на мотоцикле. К тому же очередной Мех Кая. Потому что в этом году уже выходил Мех Кая в храме Дадзюни Индзя. Но да ладно. В принципе, выглядит это нормально. Но странновато. Потому что как-то это очень мощно выглядит. По сравнению со злодеями, у которых в этом наборе ничего нет. Робот на мотоцикле. Вот такая вот махина против них. Не знаю, как оценить. В принципе, набор нормальный. Следующий набор. Небольшой. Джейс Лайтнинг Джет Эва. Истребитель Молнии Джея Эва. Небольшой истребитель, который похож на штормовой истребитель Джейс 2012 года. Прям сильно напоминает его. Выполнен в цветах кимоно Джея Кор. В целом, мне этот истребитель нравится. Как и по цветовой гамме. Приятный окрас. Так и, в принципе, конструкция хороша. Единственное, меня смущает стекло. Потому что, по сути, кабина Джея открыта. И это неправильно, на самом деле. Потому что у истребителей должна быть кабина полностью закрыта. Стекло. Джей может просто выпасть. Ну и ветер, собственно, в лицо ему будет все равно бить. Поэтому это неправильно. Не совсем удачное стекло здесь подобрано, по моему мнению. Носовую часть тоже можно было бы поинтереснее сделать. Ну и вот новые шутеры, которые стреляют тайликами круглыми. Истребитель нормальный, прикольный. Идем дальше. Идут уже крупные наборы. И в этот раз сделали Титана для Джея. Джейс Титан Мех. Сочетание синего и белого цвета. С добавлением золотого. Ну и местами черного. Смотрится мех прикольно. Круто. Конечно, мне кажется, он немного худоват. В ногах и руках. Но в целом он выглядит пропорционально. Просто вот по сравнению с предыдущими Титанами, он более худой. Тем не менее, он выглядит круто. Возле головы две пушки с деталями верхушек золотыми 2012 года. Крутые детали, мне нравятся. До сих пор они выходят в наборах, и это здорово. Огромный меч в руке у робота. Плюс еще две катаны у него есть. Вот это он вооружен. У злодеев в этом наборе есть пушка с флип-ракетками. Новые фигурки. Новые злодеи, в том числе и бот ПВВЖ. Вот, мы видим лицо ПВВЖ тут. Как ВУ-бот, но только ПВВЖ. Следующий набор. Зейнс Айс Дрэгон Крейчер. Ледяной дракон Зейна. Ура! Зейну сделали дракона. Большого, прям крупного, такого массивного дракона. И выглядит он потрясающе. Потрясный дракон, мне нравится его строение. Вообще, изображения по нему появились раньше. На него был сделан обзор. Я выкладывал себя в телеграм-канале и в группе ВКонтакте. Можете подписаться, там выходят новости. В этом наборе также есть арка с костями. Видимо, относится к злодеям. И паук с шутером. Цветовая гамма дракона классная. Белый цвет. Такой мятно-голубой, золотой и прозрачные элементы. Новые детали лезвии. Вот здесь вот прозрачные детали. Новая деталь головы, верхней части и нижней. Рога. И к тому же, у этого дракона 6 лап. Я такое вижу в Ниндзяго впервые. Поначалу мне показалось это странным. Но потом я, в принципе, посмотрел так. Подумал, почему бы и нет. При желании, в принципе, даже вот эти средние ноги можно отсоединить. Они на трещотках. Но все равно дракон выглядит классно и с шестью ногами. И круто, что такого дракона сделали Зейну. И этот набор 2 в 1. Дракона можно пересобрать в меха. Или драконоподобное существо с руками и ногами. У которого есть наплечники и меч. Я не знаю, как это правильно назвать. Но там вроде бы никто не сидит. Поэтому это существо, наверное. И флаги еще вот большие. Два флага больших. Вот имена фигурок мы можем у злодеев посмотреть. Bong King, Bong Knight, Bong Warrior. Переводится Костяной Король, Костяной Рыцарь, Костяной Воин. В таком стиле зовут злодеев. Вот они разные. В принципе, король костяной. Он вот такой вот с красным. В красном одеянии, со шлемом. И голова у него отличается от остальных. А воины-рыцари, они отличаются торсом, броней, шлемом, ну и так далее. У Костяного Рыцаря тут голова бычья и два флага с черепушками. Вот подробные изображения фигурок. Можем посмотреть с разных сторон. Следующий набор это Creative Ninja Brick Box. Коробка в форме кирпичика для творчества ниндзя. Этот набор похож на набор Classic. Тоже вот в форме кубика Lego. И здесь множество деталей. Из которых по инструкции можно вот собирать постройки, тренировочные там, части храма, машин, мотоцикл тут. Вот, наверное, еще что-то можно собрать. Вот тут есть что-то наподобие храма. Стойки с оружием, тренировочные элементы. Кузница даже есть, где куют меч огня, кстати говоря. И вот такие вот фигурки. Две новых фигурки тут есть. Это ученик-парень и ученик-девушка. Довольно странно, почему дизайнеры решили добавить третьестепенных героев. В принципе, вообще неизвестных. Вот, они тут как ученики. И Мастер Ву второй раз появляется в линейке Корр. В принципе, такой набор это что-то необычное. Наподобие Classic. Ну, нормальный набор. Для детей пойдет, я думаю. Следующий набор. Водяной дракон Нии Эва. Ура! И для Нии тоже сделали дракона. И мы видим, что в линейке Корр драконов сделали для каждого ниндзя. Для всех шестерых ниндзя есть свой дракон. Хочу заметить, что фон теперь на коробках более такой реалистичный, детализированный. По сравнению с тем, что было вот в этом году в линейке Корр. Там был мультяшный стиль. Кстати говоря, мультяшный мне очень даже зашел. Выглядит реально прикольно. Ну и тут, в принципе, неплохо. Но мультяшный, по-моему, был как-то более ламповый. Этот дракон Нии, в принципе, по размерам похож на дракона Джея, который выходил в этом году. Но он гораздо, гораздо лучше, чем дракон Кая и Джея. Вот дракон Коул и дракон Нии лучше, чем драконы Кая и Джея. Это мы видим в строении. Во внешнем виде, в пропорциях. Водяной дракон. Дракон Нии мне очень даже нравится. Несмотря на то, что здесь 173 детали в наборе. Сделан он из небольшого количества деталей. Но пропорционально. Ни палкой сделан, ни супер тонкий. А даже волнообразная форма для дракона воды характерная. Прям сочетается хорошо. Конечности тоже сделаны нормально. И даже в какой-то мере, вот такие вот крылья, золотые лезвия, смотрятся лучше, чем они сделали в том же самом драконе Джея или Кая. Те детали неплохие, но использованы они были не совсем, я бы сказал, правильно для дракона. А этот дракон хорош. Последний набор 4+, мотоцикл Лойда. Ну здесь в принципе, как обычно, в 4+, наборах две фигурки. У Ниндзя тут у Лойда мотоцикл и стойка с мечом огня. Все просто. Вот мы и рассмотрели все наборы, все новинки, 10 наборов. И что хочется в заключение сказать. Эта волна наборов меня не очень-то прям впечатлила. Ну прям нельзя сказать, что вау, все наборы прям удачные. Нет. Довольно много странных моментов конструкции, каких-то дизайнерских решениях. Ну и мне даже не хочется что-то из этой волны брать. Нет. Ну, есть наборы, которые мне нравятся. Например, дракон Кула хорош. Дракон Нии тоже классный. Дракон Зейна. Но брать их я для себя не вижу особо смысла. Потому что и фигурки у меня уже есть, и просто как-то не вижу смысла для себя. Еще должны три набора выйти. Скорее всего, это будут спиннеры Кула, Зейна и Нии. Те же спиннеры, которые выходили в марте вот этого года. С капсулами тоже. Еще раз напомню, что в моем телеграм-канале и в группе ВКонтакте всегда выходят свежие новости Ниндзяга. Там же выходят постеры. Что-то я от себя выкладываю. По ссылке в описании вы можете перейти и подписаться. На этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайк. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok